И вот он как раз Ромарио нам его сейчас показывает, среди прочих игроков замены. Ну а все готово к началу встречи Санта-Марея Ускеда. Дает стартовый свисток, и Георгий Хаджи владел владелом, да и потерял. И тут уж что, нарушение правил в атаке. Врата, ну, эти врата он должен как раз держать очень и очень на хорошем замке, дабы остаться в... Гол, счет открыт, 1-0. Вот так вот, некоторая суета, казалось бы, в атаке у Реала, но так или иначе мяч докатывается до чилийца, и тот с левой ноги мощным выстрелом под перекладину посылает мяч в ворота Корлес Бускец. Был абсолютно, казалось, вот с ракурса, с которого нам показывали этот момент, бессилен. Ну, давайте поглядим, конечно же, на повторе, но мы уже только что с вами видели разочарованную... Отличная передача Лаудруха, и снова офсайд. Это далось бы Самарана вверх у Кумана. И посмотрите, что тут, нет ли там нарушения правил. Нет, Ускеда показывает, что надо подниматься. Луис Энрике упал сам по своей воле. Поглядим. Ну, знаете, касание... Касание-то было. И как мне кажется, Санта-Марин заработал, казалось, уже пенальти, но вот арбитр и самый пенальти не заметил. Поэтому пока что все активны, но... Он с некоторым, наверное, креном... Он троих аж на себя стянул. На Самарана, Рауль скидка, и тут едва не успевает мяч. Надежен. Посмотрите, а. Не сдается Реал, не собирается. На вес. Скидка хорошая. Соединяющий Бакера и Хаджи. Оффсайд. Очередной офсайд. Кин выходит Самарана и забивает второй мяч. Ну, нельзя так играть в обороне, друзья. И они... Иван Самарана 2-0. На 21-й минуте счет удваивается, и все крайне... И крайне нехорошо складывается для Барселоны. И всячески прекрасно для королевского клуба. И доволен, конечно же, Хорхе Вальдана. Давайте смотреть. Идет, и... Разумеется, появляются шансы на то, чтобы отыграться. Если говорить вообще повывести в ноль, а пока что очередная атака, и Рауль не забивает. Вы посмотрите, какой момент упускает 17-летний Вундеркинд. И прямо в руки Корлесу Бускетцу попадает мяч. Вот, казалось бы, ворота. Ну, не маленькие они. Но чтобы так, прямо вот в ладошки... Это надо большой техникой и умением обладать, чтобы попасть так точно. Прямо в Ильидолиду, и там... Вот с этим... Зловещим счетом 5-0. А Бакана... Может также... Лаудруб... Сыграл стеночку Самарана. На седьмого номера Рауля. Амависко. Ну, здесь довольно надежно. И, посмотрите, назвали единожды, когда оглашали только составы команд. Ну, давайте еще раз назовем Буйо. Вот так вот надежно забирает. Тем не менее, вот очередной кросс от Феррера. Прессантия Габернабео попозже. Навес сильный. Как хорошо заряжает Самарана. И едва-едва в ближнюю девятку мяч. Ну, так же на этом стадионе уже заканчивая Сантья Габернабео. Надо сказать, что проходил. Упускает мяч за боковую линию. А это нарушение правил. Хуман уже... Плечом толкает соперников. Видно, что уже просто-таки сдали нервы. Так же перешел в Реал из Барселоны. Так же, как и Лаудруб. В позициях Реала того. Возможно, лучшего Реала в истории. Мы помним тех игроков. Изи Стефана, и Пушкаш, и многие другие минуты. Блистательная атака, конечно же. Кто вот это был? А это не защитник сможет принять и исполнять требования такого человека, как Кроев. И посмотрите, что творится. Матч-то остановлен. Стоичков врезал Санчесу Флоресу. В очередной раз сдают нервы у Болгарина. И что сейчас будет? Разнимает буя дерущихся, как уже там едовато. Действительно, драка не затеялась. Давайте посмотрим по вкусу. А замыкать-то ее и некому. Вот получил мяч Хаджи. А что с ним делать-то с мячом в переднейшем успехе? Ну, кроме того, что, в принципе, они, мячу в свои ворота, появился Ромарио. Ромарио под 14-м номером, под 12-м, Наталь. Вот так вот. В прошлой передаче находят Амависку на левом фланге Микаэл Лаудрупа. А это был не Амависка, это был Раулис. Атака Барселоны, навес на Олимпиаде в Барселоне. Ну, где и были завоеваны золотые медали. Айера. И правильно, Айера. Что интересно, не доводилось, что играть именно с Санбором. Но пока что это не так. Курс смещается в центр. Удар по воротам. Прямо в руки Буя. Атака завершена. Пытается Хаджи, пытается. Но это, конечно же, абсолютно не опасно. Ну, тут офсайд, офсайд. Еще будут важные матчи. С турнирной таблицы. Если я не ошибаюсь, сейчас я... Да и поглядите, какой великолепный пас. Удар, поворот. Ух ты! А вот это было недурно. Луис Энрике прекрасно исполнил. А с кем-то и стадиону, то тогда бы Рауль играл в другом клубе. А пока что выход один на один. И блистательно играет Бускет. Быстро, легко их словаря читал из защитника. Навес, удар. Не было гола. А вот сейчас был. Штанга после удара. Как ликуют болельщики каталонского... Извините. Какого каталонского? Болельщики королевского клуба, конечно же. Иван Самарана от Окера в этом матче. В этом моменте действительно спасти никак не мог. Сразу же еще один момент. Гол забивается. Амависко. Да вы посмотрите, что творится. Следующей же атакой следом взлетает мяч. 68-е и 70-е минуты оказались сверх ужасными во втором тайме для Барселоны. Луис Энрике и Амависко доводят счет до 5-0. А я это знаю. Гол, ну, может быть, два. Все равно бы с довольно уверенным перевесом Реал бы вел в счете. Все-таки от штанги он обыгрался с Луисом Энрике. Надаль. Скидка в центре. Хорошее ускорение Амависки. Не было там офсайда. На вес штрафа. Коробочку, казалось, взяли Альфонсо. Но тот все-таки нашел момент, чтобы пробить поворотом Бускеца. И пробил. И довольно опасно. Да и по большому счету какое-то имеет уже значение, да? Удар поворотом. Вот и дальний попробовали примерить удар. У нас только, смотрите, отнимает мяч. Навешивает. Молодец. Вот, по-моему, первый раз парень. Казалось бы, все уже доиграли. Встреча-то 5-0. Что еще сейчас, что фамилии игроков называть? А это офсайд, офсайд, офсайд. А вот уступи. Навес. Удар поворотом. Сильно, не точно. Ну вот второй выход на голову. Ну, неудобно было навешивать Ромарио. Феррер. Теряет мяч Феррер. Нарушает правила, получает желтую. А на этом все, уважаемые друзья. Этот удар был последний такой. Последний.